В Игриньме Наталья Комарова приняла участие в открытии зимнего фестиваля. А еще посетила отремонтированные автомастерские политехнического колледжа. На этой неделе глава региона успела поработать еще в трех муниципалитетах. Так, в Пойковском нефтьюганского района губернатору показали спортивный технический клуб «Вираж», где дети занимаются картингом. В Ханты-Мансийске Наталья Комарова побывала на водоканале. Проверила, как очищают воду в окружном центре. А в Ханты-Мансийском районе были обсуждены вопросы сельского хозяйства. И традиционно в каждом муниципалитете был проведен муниципальный этап форума гражданского согласия, где общественники смогли рассказать о своих проектах. Тему продолжает Василий Сысуев. Математика гражданского согласия на этой неделе такова. Четыре форума, сотни активистов, у которых десятки идей. Все внимательно выслушала губернатор Югры Наталья Комарова. В год добровольчества, год гражданского согласия мы наполняем наши приоритеты развития, почему я упомянула 900-летие, историческими смыслами. Это первооснова достижений форума, площадка, на которой мы вместе закладываем фундамент для будущего. Первым на этой неделе презентовали свои идеи активисты Березовского района. Так, проект «Открыть особенные двери» направлен на формирование интерактивной среды в сфере театрального искусства для пожилых людей. Отмечу, для многих форум является площадкой, на которой можно реализовать свой потенциал и амбиции. Вообще я сюда пошла, потому что я не знала толком ничего о политике. И я подумала, а вдруг у меня есть потенциал, вдруг у меня есть возможность стать политиком, депутатом, может, главой Березовского района. В Пойковском представили проект создания молодежных ремонтных бригад. По задумке автора, они должны состоять из юношей разных национальностей. Такие объединения должны будут ремонтировать храмы и мечети. Совместный труд поспособствует национальному единству. Даже по антитеррористическому идет разговор, чтобы не делили на нации, на веру, на вероисповедание, и чтобы все мы едины. С помощью проекта «Лига молодых парламентариев» активисты из поселка Шапша хотят привлечь молодежь к участию в выборах. Ограничить югорчан в проектах может только их фантазия. Я сегодня презентую проект создания этноцентра в Ханты-Мансийском районе, в сельском поселении Кишик. Данный форум как раз подразумевает, что нужно озвучивать свои инициативы. И нам хотелось бы, чтобы наша инициатива от сельского поселения Кишик также была услышана. Завершил недельную эстафету Ханты-Мансийск. Здесь более 150 общественников вместе с губернатором смогли обсудить и доработать свои проекты. В планах организатора форума охватить 22 муниципалитета. Самые перспективные идеи сформирует Банк социальных проектов округа. Василий Сысуев, Антон Ракитин, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше чем новости». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!